Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас Битва Замков, вышло обновление на русский сервер и как бы добро пожаловать, елки-палки, как обычно я снимаю позже всех видос, но тем не менее я даже не снимал видео, не выкладывал обзор обновлений на тайваньском сервере, хотя нет, вру, я снимал, просто не записался звук, я в конечном итоге психанул, вообще никакие видосы вчера не выкладывал за это, прошу меня, конечно же, изменить. И если ты тот один человек из пяти, кто ждал именно моего мнения касаемо происходящих вещей в игре, то, пожалуйста, поставь лайк и не забудь подписаться, хотя, в принципе, я думаю, ты 100% подписан. Ладно, не суть, обновление, погнали, вчера я даже немножко бомбил, сегодня посмотрим, что у нас получится. Во-первых, конечно, будем разделять нововведения на плюсики и минусики. Первый плюсик заключается в том, что, ёлочки-палочки, нам добавили не двух героев, как обычно, а добавили только одного героя. И я не знаю, с чем это связано, конечно, хочется надеяться, что эта тенденция продолжится, и разработчики, до них дошло, что по два героя нам не надо в месяц, и их никто об этом не просил, и не будем забывать стрим с разработчиком, там, где он пытался объяснить, почему они добавляют в месяц по два героя, но так у него не получилось. Вот, но, как бы, знаете, 50 на 50, может быть, они теперь будут снова добавлять только по одному герою, а может быть, они будут добавлять и по два героя, просто сейчас по каким-то причинам они взяли и не успели выпустить двух героев. Ну, как бы, пишите в комментариях, что вы думаете, какие ваши предположения, я не буду, как бы, захваливать разработчиков, но и сильно ругать по этому поводу, их тоже не буду. Посмотрим, что будет в ближайших обновлениях, ну, мне что-то подсказывает, что выпустят снова по два героя. Ладно, нам добавили героя под названием Мастер Рун, ну, выглядит он, ну, это, знаете, когда, ну, когда человек нетрадиционной ориентации пытается выглядеть брутальней, и, как бы, из него получается Мастер Рун. Касаемо умения, не знаю, я еще, если честно, не разбирался, наносит урон в размере 750% от атаки и убирает 100% энергии случайным вражеским героям, также парализует их на 4 секунды. Парализованные цели не могут получать лечение энергию от атак входящего урона, но их могут бафнуть. Убирает все состояния с дружественных героев, увеличивает крит-шанс 6 случайным дружественным героям на 60% в течение 4 секунд. Кулдаун 6 секунд. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит... Вот реально, снова выпустили, там, я не знаю, скоро книгу будут выпускать с описанием умения каждого героя, потому что ты пока тут доходишь до второй части описания умения, ты уже забываешь, что было в первой части описания умения. Каждые 6 секунд Мастер Рун наносит урон в размере 800% атаки всем целям противника поблизости. Когда у него менее 70% здоровья, он не может получать более 9000 урона за удар и получает быстрое восстановление энергии, а также иммунитет к оглушению и молчанию. Вот этот вот, конечно, последний пункт, он достаточно интересный, да, у него ограничение в 9000 урона, но не забываем, что есть герои у нас в игре, которым плевать на это ограничение. Ничего не могу сказать по поводу героя, хороший он или плохой, как бы, в поле боя он уже себя покажет лучше, как я понимаю, его можно выбить из-за самоцвета и, как бы, в донате. Не суть, добавили и добавили героя, что тут уж сказать. Переходим к следующему пункту, новые чары. Это, знаете, из истории, типа, ребят, кто-то из вас в техподдержку писал с просьбами добавить новую чару. Я думаю, что ни один человек на свете не писал по этому поводу. Они все клепают, эти чары, вот, у них, как бы, они же говорят, у них там роудмап, короче, на год вперед. И я предполагаю, у них там в роудмапе нужно добавить там секстиллион новых чар, талантов, суперпитомцев, да. Плевать, что ни один игрок об этом их не просил, но нужно добавить, нужно добавить. Ну, я даже, не, ну, хотя можно, конечно, рассмотреть новую чару, я ее, в принципе, сейчас и не увижу. Удар ПВО парализует на х секунд х ближайшего вражеского летающего противника и наносит х урона от атаки, повышает атаку и скорость атаки ближайшим наземным героям на х процентов в течение х секунд. Вот то, что он бафит, как бы, это хорошо, а то, что он, типа, ПВО называется и по факту, по факту будет бить только летающих юнитов, хотя, как бы, у нас есть много летающих героев. Ну, короче, хер знает, ну, плевать мне на эту новую чару, да, может, какие, кто-то ее будет использовать, может, не будет кто-то использовать, я говорю о самом факте, что эти плюс сто пятьсот добавлений новых чар уже всех, мягко скажем, остопиздило. Ну, камон, ну, для чего? Реально, у нас есть другие проблемы, которые не могут ждать отлагательств, да, то есть, неработающая локация за пределе, чтобы тебе нормально фармить за пределе, тебе нужно сливать силу. Линия обороны сделана через заднее место, на архидемоне абсолютно непродуманные награды, нету стимула туда ходить. Атака фартов, rest and peace, вы сами знаете, что с ней происходит, и вот, ну, по факту, да, тут большинство людей фармят только битвы гильдий, они же добавляют чары, ну, ну, молодцы, молодцы, как бы, на волны тоже неинтересно ходить, потому что, как бы, уже тактики там никакой абсолютно нету. В кошмарке подземки тоже неинтересно ходить, ну, вот, надо добавить чару, вот, это у нас road map, нам надо новые чары добавлять, новый супер питомец, вот, супер питомца вы тоже можете засунуть в себе в анальное отверстие IGG, потому что, как бы, супер питомцы, как и прорыв, они ломают игру, да, в том же запределе, вот, недавно с Андрюхой Рылёвым обсуждали, а в том же запределе, ёлки-палки, у тебя там уже не проблема в зефириков или ещё кого-то, почему ты не можешь проходить, потому что, к примеру, на уровне силы, да, вот, Андрюха Рылёва, моей силы основного аккаунта, там получается ситуация, что, как бы, у меня уже питомцы, чтобы проходить запределе, должны быть 35-го уровня, ну, типа, разработчики, вы с ума сошли, или вы, как бы, у вас такое тайное желание заключается в том, чтобы я продал машину, всё вдонатил в игру и прокачал на максимум питомцев, нет, это так не работает, а вы продолжаете плодеть этих питомцев, вас кто-то просил добавлять этих питомцев, вы знаете, что вы лучше, как бы, разбираетесь в игре и вы лучше понимаете те вещи, которые нужны игрокам, а я вам скажу, нет, нихера, игроки из игры уходят, и всё больше и больше, с каждым месяцем, вот, понимаете, и это означает, что вы нихера не соображаете в той игре, которую вы разрабатываете, ну, добавляйте дальше суперпитомцев, вот, усиливайте дальше героев, ломайте все локации, они же, знаете, как одуванчики, они, как бы, делают одно, у них ломается другое, то есть они усиливают героев, а потом у них все локации становятся бесполезными, тупыми и, как бы, никому нахер не нужными, ну, а зачем думать, когда выпускаешь обновления, да, в лёгкой надежде заработать побольше денег, вот, хотя, по факту, вы бы зарабатывали много, намного больше денег, если бы просто держали баланс в игре, дальше, что у нас, по поводу чего хотелось побомбить, 15-е умение добавили, новый облик героя, дьявола для мастера рун, ну, это плевать, максимальный уровень судьбы увеличен до 100%, максимальный уровень таланта увеличен, таланта, умения увеличен до 15-го уровня, тоже, ну, типа, покажите мне человек, вот, который обдолбался салями, который писал техподдержку, там, разработчикам, в комментариях спамил, пожалуйста, пожалуйста, добавьте нам 15-е умение, нам так этого не хватало, добавьте, пожалуйста, жить без этого не могу, добавьте нам 15-е умение, нет, просто безрассудно, не обдумывая ничего, просто ковыряясь в носу, сука, из ушей у них мозг вытекает, я не знаю, какие причины, почему они добавляют 15-е умение, почему они продолжают усиливать героев, вам, вы понимаете, каждый месяц уходит огромнейшее количество игроков, игроков, вам нужно то ли добавлять новые локации, хотя даже и по факту новых локаций, ну, кроме гильдинных, больше ничего не надо, да, вам надо решать проблемы, которые есть в игре, а вы такие, а у нас роудмап на год вперед, вот, и как бы туда-сюда, и вот у нас по планам добавить 15-е умение, нахер никому не нужно, нахер никому не нужно, у вас надежда, что вы заработаете больше, нет, вы заработаете меньше, может, кто-то и будет донатить на это 15-е умение, но, как бы, уйдет столько игроков, которые могли бы дальше донатиться в игру, что вы все равно в минусы уйдете, вы просто падаете, вы скатываетесь, понимаешь, вы скатываетесь, а у вас это, вот, роудмап, да, на год вперед у вас расписано обновление, чушь полная, чушь полная, и как вы можете говорить о том, что вы слышите нас, игроков, пишите, игроки, ваши предложения, мы вас услышим, добавим, исправим, все в игре будет через год, у вас же роудмап, понимаете, мы столько пишем вам о проблемах, о багах, о чем только не пишем, что нужно изменить, что нужно подправить, вот, а в крайнейшем итоге вы добавляете 15-е умение, вот это, ну, типа, это вы так нас, слышите, игроков, чушь полная, хватит пиздеть, вот, идем дальше, дьявол, дьявола для мастера руна, ну, вот, с Андрюхой, да, расписывали атаку фартов, как лучше изменить атаку фартов, ну, типа, отправили, я даже ответа не получил, что там, как вообще, посмотрели, не посмотрели, ну, типа, и что, ну, окей, отлично, спасибо, я больше пальцем не притронусь, вот, тем более бесплатно тратить свое время ради того, чтобы брать и что-то там писать, что-то там придумывать, как улучшить и так далее, во-первых, типа, есть люди, которые за это получают деньги, вот, на зарплате сидят, но я как бы плевать, я идейный, я могу, да, бесплатно, и я это все время делал для IGG, что мог, но просто, если ты на это тратишь время, хочется видеть от этого какую-то отдачу, а никакой отдачи ты от этого не видишь, ты просто тратишь свое время в пустую, а смысл, смысл такой херней заниматься, я лучше подрочу, не знаю, на что-нибудь, так, дальше, ну, как бы вы понимаете, 15 умение, это у нас минус, минус к этому обновлению, обновлению, изменены показатели архидемона, чего это, награды изменили, не награды, ну, это, походу, не награда, ну, зачем награды менять, в архидемоне же все идеально, да, там есть хорошие награды, но хорошие награды там могут получить только те игроки, которые дохера в донатили в игру и могут занять топ на архидемоне, вот, и как бы им эти наград это нахер не нужны а вот эти топовые типа награды с архидемона нужны другим игрокам но которые не вколачивали по две машины в игру которые не могут зайти там в топ 50 или в топ 30 на архидемоне вот и как бы типа ну вы понимаете обсер какой получают хорошие награды те кому их им нафиг не нужны у кого склады переполненная те кому их нужны они из-за того что не донатили столько в игру они не могут добиться на архидемоне успехов вот что нужно переделывать а вы там показатели каких-то архидемонов переделали я не знаю может конечно там архидемон щеки напишите может там что-то награда изменили до сейчас но я что-то сомневаюсь просто я на архидемона принципиально не хочу заходить дальше новый пве контент дополнительный этап командного подземелья эксперт дополнительный этап командного пришествия в остров эксперт я не знаю может быть там круто весело хорошие награды так далее но понимаете это размножение одной и той же локации который уже давным-давно у нас присутствует в игре и просто вы ее усложняете там меняется награды и как бы ну окей но понимаете ну у меня нету желания тратить время с кем-то там собираться что-то делать ну да типа может быть какой-то интересным на недельку пока ты там подберешь состав у каждого игрока чтобы фармить эту новую локацию вот но проблема заключается в том что дальше пойдет тупой фарм не интересный просто тупой фарм на который тебе надо будет тратить время не это мягко говоря не те вещи которые мы ждем от эйджи в битве замков понимаешь да конечно вот это вот вот эту новость можно отнести к плюсом да молодцы да прикольно да для классно вот и как бы но с другой стороны про эту фигню все забудут про эту фигню все забудут потому что но это не та вещь которая нужна до для того чтобы удержать каких-то игроков и привлечь тем более новых а далее лучше увеличена точность тотемов героя но кей увеличили увеличили лучшая улучшена функция чата вот как бы если честно мне как бы плевать на этот чат я не знаю но улучшили функцию улучшили мне пофиг изменились награды фонтана желаний вот тут конечно наверное стоит похвалить разработчиков заранее при том что я не знаю какие награды на фонтане желаний может быть они там все равно говно но тем не менее это конечно радует что через год после того как нужно было поменять награды фонтане желаний разработчики все таки вспомнили поменяли а может быть она так и работает мы пишем им мы писали там год полтора назад о том что ребята нужно поменять награды фонтане желаний они уже не актуальны не таки окей пропишем это на road map годовой. Через 13 месяцев выпустим обновление. Но, правда, добавим актуальные награды сейчас, а не те, что будут через год. Ну, может, это как-то так работает? Я не знаю, ребят. Идем дальше. Ну, тут, конечно, определенно плюсик, да, вот просто авансом плюсик IGG для IGG, потому что, как бы поменяли награды. Изменены награды колеса дружбы. Вот вчера, когда я снимал обзор на обновление на Тайване, я сказал, а где эти там награды поменены? Ну, увидел там осколки, выдавали землеройки. Но почему я сейчас обзорство снимаю именно на яйце? Потому что я сюда зашел в колесо дружбы, и, как бы, я смотрю, а тут вот дают вот такую вот штуку. Ну, слушай, это невероятно круто. Вопрос, конечно, как часто она будет падать? Ну, мы сами видим, что нет. Но если она будет иногда падать, то, конечно, за это за это, за это спасибо. Спасибо, вот. Вот. Но... Ну, понимаете, как бы... Типа этой халявы настолько много. Бесценны... Просто обесценивание ресурсов за счет халявы, которую IGG дают. Обесценивание ресурсов за счет базара постоянное. Да, вот ты получаешь 150 сущностей мастера. И возникает вопрос, а нахер тебе кошмарки, а нахер тебе волны? Ну, типа... Как это работает? Вот мне бы хотелось бы задать этот вопрос от GG. Мне бы просто было очень интересно, что ответят, да? Как бы... Вот как это работает? Ну, да, они изменили награды. Ну, окей. Но на яйце пока что яйцо не нафармило этих желтых слизей. Да, еще КГшки нужны. Но скоро и... Как бы пара удачных открытий сундуков и снова эти КГшки не будут нужны. Дальше. Увеличено максимальное количество слотов в алтаре героев на один максимум. Ну, окей. Как бы увеличили и увеличили. Спасибо за халяву. Наконец-то она более-менее нормальная. По крайней мере, это сундук круто. Вот для бездонатного аккаунта пакеты золота и маны это тоже невероятно круто, потому что... Блин, ну это сэкономит время в прокачке героев, друзья. Жалко, конечно, все это дело быстро закончится. Там я еще что-то слышал, да? Добавили какие-то новые карточки. А, кстати, подожди. У нас, допустим, события. Добыча пирата. Добыча пирата нам что-нибудь изменили? Бесплатная попытка. Окей. Когда-то пират была топовой акцией. Rest in peace. Дальше. Базар супернабор. День замковладельца. Войди в игру. Разбей снеговика. Императорская кузница. Возвращение домой. Обожание героев. Так. Парящий остров. Что-то тут изменили. Лису на первую строчку. Леди божество. Оттолкнули. Ну, как бы здесь тоже ничего такого. Знаешь, сверхъестественного. Ну, допустим. Окей. Окей. Ну, в принципе. Ну, в принципе, как-то так. Да. Еще есть моменты по поводу того, что они там какую-то новую карточку добавили. Ну, это так плевать. У нас уже скоро будет 10 разновидностей карт героев. Ну, это уже смешно. Ну, сделали бы 2-3 карточки. И туда постоянно добавляли бы героев. И там по крутости эти карточки разделили бы. Нет. Они плюс 100-500 этих карт добавляют. И потом у тебя весь склад вот в таком вот говне. Оно тебе надо? Оно тебе не надо. А куда тебе его использовать? А никуда. Ты просто открываешь с фейспалмом. И все. Ну, типа упал и упал. Ну, что мне от этого паладина? Абсолютно бесполезная вещь. Да. Еще в файлах игры нашли. Нашли, ребята. Это упоминание по поводу предстоящей локации. Битва гильдийной. Ну, то есть гильдийной. Я думаю об этом видео заранее. Ну, как бы отдельно запишу. Хотя уже, наверное, все записали. Но плевать. Как бы это нужно было еще сделать вчера. Но ладно. Не суть, ребят. Короче. Мы, понимаете. Мы антихайпы. Нам плевать на то, чтобы выпускать видео вовремя. Те, кто уважает эту херню меня. Ставьте лайк. Елки-палки. Пишите в комментариях, что вы думаете. Для меня это обновление. Знаешь, я бомбанул в телеграме, когда увидел по поводу того, что добавляют 15 умения. Хотя, по факту, я и так знал, что добавят. Но, тем не менее, бомбануло. Вот. Бомбануло. Потому что, с одной стороны, идет разговор о том, что, о, ребят, мы вас там слышим. Ля-ля-ля. Три рубля. А по факту вы добавляете 15 умения. По факту вы добавляете нахер никому не нужных суперпитомцев. По факту вы продолжаете ломать игру в надежде заработать чуть больше денег. Но, я более чем уверен, зарабатывать вы начали меньше. Вот. Вот, что происходит по факту. И когда вы нам говорите о том, что вы пытаетесь слышать нас, игроков, слышать наши проблемы. Вот. Это просто тупое вранье и лицемерие. Именно с этого я бомбанул у себя в телеграм-канале, когда увидел новости по поводу обновления. Я не буду говорить, что это обновление говно. Я скажу, что оно просто, ну вот, никакое. Ну, вот, никакое. Вот, просто никакое. Да, есть плюс, что добавили только одного героя. Я думаю, что если бы добавили двух... Вот, понимаете, они добавляют даже по двух героев. Они даже от игры отгоняют топ-донатеров. Ну, даже топ-донатером уже просто запарило, обижается бесконечно за этими новыми героями. Каждый месяц там их коллекционировать. Ну, это абсолютнейший бред. Ну, как бы суперпитомцев добавляют. Ну, короче, без понтовых. Ну, не то, что без понтовых обновлений, но оно ни о чем. Вот ни о чем. Ждем через два месяца, когда добавят какую-то гильдийную локацию. Вот. Конечно же, у нас есть на нее надежда. Ну, и на линию обороны у нас были надежды. А в конечном итоге просто говно-локация непродуманная. Они ее просто релизнули и решили больше в ней ничего не делать, ничего не улучшать. Мы даже не знаем кулдаун, когда она появится снова. Пишите в комментариях, что больше плюсов или минусов в этом обновлении. Вот. Я свое мнение высказал. Вот. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Всех целую в попу. Всем пока.